Боевой прадед Егора Колыванова прошел всю войну. Дмитрий Колыванов был командиром партизанского отряда и имел много наград. В том числе два ордена Красной Звезды. Дошел до Берлина. Вернулся с войны не в 1945, как многие, а в 1947 году, потому что освобождал оккупированную территорию Польши. Мой дед, я его так и не увидел. Он умер уже давно. Так что я горжусь им. Считаю, это вот мой герой. Свой герой есть практически в каждой семье. Дедушку-педагога кадетской школы Настасии Казарцевой призвали в 1941 году в 20 лет, сразу после окончания военного училища связи. Юрий Антонов в 1945-м дошел до Берлина. Я приятно была удивлена, когда на сайте Анапы прочитала информацию об этой акции. Я незамедлительно отправила материал о своем дедушке. И своим личным примером я привлекла к этой акции учащихся своего класса. Кадетская школа в Пятихатках названа в честь героя Советского Саршинова. В военные годы он участвовал в оборонительных боях за Анапу, операциях по проведению диверсий в тылу противника на Черноморском побережье. Весной 1944 года освобождал Крым, штурмовал Севастополь. Фотографии своего прадеда гордится и шестиклассник Игорь Киеницын. Андрей Шаповалов погиб в феврале 1942-го. Через 73 года продолжатель его рода кропотливо изучает страницы биографии. Мой прадед Андрей Прокопьевич родился в 2014 году. Он призвался в ряды Красной Армии в 1941-м. Данных о его смерти, где он похоронен, сейчас неизвестно. Родина должна сдать героев, тех, кто, защищая ее, погибал. О героях семьи Горбачевых рассказала Владислава Умама. Оба его прадеды воевали. Иван Ежелев рядовым на Воронежском фронте. Самая дорогая награда – Орден Красной Звезды. Другой прадедушка Афанасий Петров попал на Волховский фронт. При прорыве блокады, когда шли самые ожесточенные бои, мой прадед героически погиб. 24 января 1944 года. По смерти он был награжден Орденом Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», нужно отправить фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны и материал о нем в адрес Управления по взаимодействию со СМИ. Все присланные фотографии будут размещаться на официальном сайте администрации города-курорта в специальном разделе.